Недавно в нашем городе прошел День первокурсника, и сегодня мы встречаем его победителей. Итак, знакомьтесь, Малышева Вера, победительница в театральном направлении, театр одного актера. Донбаев Максим, победитель в номинации «Вокал эстрадный». Новикова Вероника и Петухов Никита, победители номинации «Бальный танец». Теперь все, весь город сможет узнать, кто же победил на этом празднике. Доброе утро! Доброе утро! Скажите мне, пожалуйста, как вам удается все совмещать? Успеваете ли вы учиться? Как это все происходит? Ну, успеваемость у нас. Неплохо. Конечно, приходится вертеться, крутиться, но мы все успеваем, вовремя все сдаем. Я правильно понимаю, раз вы заняли первые места на дне первокурсника, то вы, соответственно, до поступления в высшее учебное заведение занимались, ну, скажем, в данном случае танцами. Сколько времени вы занимались? Ну, поиндивидуально мы занимаемся по 13 лет, где-то примерно каждые 6 лет. А вместе? Вместе два года уже стоим в паре, тренируемся, ну, в день часов по 5. Ну, я так думаю, что 5 часов – это, конечно, очень много, и столько времени на учебу вы явно не можете физически отдавать. Ну, да. Да, но все-таки мы стараемся. Учителя нас любят. Делают какие-то поблажки, да? Да, приходится потом крутиться, вертеться, как-то взаимопонимание с ними находить. Максим, к вам вопрос. Что было самым сложным для вас в отборочном туре и в финале? Я считаю, что в отборочном туре важным является сосредоточение. Именно эта часть. И, соответственно, мне, как и всем участникам, я думаю, было очень сложно настроиться на хорошее, яркое выступление. Ну, а в финале уже, как по нарастанию, становится все веселее и веселее, энергия прибавляется, и волнение уходит от тебя. Вера, а скажем вам, кто помог раскрыть ваш талант? Ну, заниматься театральным направлением я начала относительно совершенно недавно. Когда я поступила в КАИ, старшекурсники сразу взяли нас в оборот и начали помогать нам заниматься с нами. И, конечно же, без поддержки руководства и администрации мы бы не смогли выйти на такой новый уровень. Чехов когда-то написал, что если на сцене висит ружье, оно в конце обязательно должно выстрелить. Максим пришел с гитарой. Она должна выстрелить, Максим. Давайте. Максим. Максим. Вот интересно, что вспоминают те люди, которые сами когда-то участвовали в подобных мероприятиях. Скорее всего, есть, что вспомнить многим из нас, кто учился в университетах и институтах. Словом, такое замечательное музыкальное утро получается у нас сегодня, но мы двигаемся дальше.